Два дерева-долгожителя получили статус памятников живой природы. Дубу черешчатому в летнем саду более 350 лет, его видел Петр I. Эксперты тщательно осмотрели стволы, ветви, даже сделали УЗИ. Несмотря на почтенный возраст, 60% древесины здоровы. При должном уходе дуб простоит еще 500 лет. Дуб находится в довольно-таки прекрасном состоянии. Мы видим, что этот дуб ухожен, проведена санитарная обрезка. Внутри ствола эксперты, приборы-резистографы определили, что есть наличие гнили, но данная гниль не угрожает иммунитету данного дерева. Опасение у специалистов вызвала система страховки кроны. Чтобы ствол не расщепился, в точке разветвления его укрепили металлическими тросами. В Европе такой метод уже давно не используют. Из-за жесткого когиб-скрепления иммунитет растения ослабевает. Эксперты рекомендовали заменить систему на более щадящую, динамическую. Другой дуб-долгожитель в Михайловском саду. Ему 278 лет. Памятную табличку у дерева сегодня открыл Георгий Полтавченко. А позже недалеко от дуба городоначальник посадил молодую липу. Новые деревья в саду сегодня также зажали Жарес Алферов, Михаил Боярский, Сергей Мегицко, Ульяна Лопаткина и Андрей Аршавин. Все они участники благотворительной акции «Древо жизни». Я, когда хожу в этот садик сюда, смотрю на деревья, которые кем-то были посажены для нас. Их уже нет, деревья стоят. Когда я сейчас сажал свою липу, это надолго. Это внук сюда будет приходить. Может, дети внуков. Всего в Михайловском саду сегодня появилось 17 новых деревьев. Организаторы акции надеются, что все приживутся. Продолжение следует...